Привет, привет. Антон Казанов у меня в гостях. Мы, как обычно, опять сели и обсуждали вопросы. Кстати говоря, сейчас очень интересно, что одновременно три человека у меня были в скайпе, причем поочередно, вот так вот, поочередно, поочередно. Я им всем помогал, давал возможность быстро снять вот эти страхи, там, то, сё, но не только это. И вот этот ключ помогает на самом деле. Вот представьте себе, если бы я был обычным психологом, как бы я мог бы сделать такое вообще, чтобы не вместе они сидели в группе, я с ними разговариваю, а вот так то включается один, то включается другой, вот так вот работаешь. Мы так и радио хотим сделать, чтобы как служба доверия, но, знаете, не только для тех, которые в стрессе находятся, а вот те, которые в жизненном тупике, там, и так далее, которые переживают, хотят понять, как решить какой-то вопрос. Даже вот, может быть, математикой никакой у него какая-то формула не получается. А знаете теорема Гёделя? Вот ты не решишь задачу, пока ты за круг её не выйдешь. Да, потому что надо оциклиться. Как говорил Есенин, лицом к лицу, лицом не увядать, надо отойти в сторону. Ну, в НЛПе это есть, там представляет тебе твой страх представлять на экране, как будто ты это смотришь с одной стороны, с другой стороны. Ну, это же всё очень сложно, вот представлять себе это и так далее. Ключ гораздо проще и быстрее осваивается. И поэтому мы с Антоном решили сегодня немножко поговорить. О чём, Антон, мы будем говорить? Пожалуйста, ещё раз. Да, благодарю. Привет всем. Ну, тема сегодняшней маленькой нашей лекции – это повторяющиеся негативные ситуации в жизни. Это достаточно известный такой феномен. И обычно человек, когда сталкивается с ним, он в какой-то из моментов своей жизни может прямо внутри себя закричать, за что мне это. Ну, потому что, допустим, это хороший человек, он ведёт хорошую, добрую жизнь, у него семья, дети, на хорошем счёту, на работе, но, к сожалению, что-то в его жизни повторяется негативное. Как это происходит? Однажды, обычно в детстве или в раннем возрасте, произошёл какой-то случай, который оставил негативный, очень сильный отпечаток в его психике. После этого он вытеснил этот момент из своих воспоминаний в свою бессознательную часть, просто по причине того, что это больно, постоянно об этом помнить. А в бессознательном оно никуда не дётся, оно хранит все наши страхи, все наши какие-то негативные впечатления. Стоит ему где-то похожее что-то увидеть, и как рефлект у него включается, вот это неправильно, да? Сразу, моментально это включается, и человек, ну, по сути, он бессознательно притягивает к себе подобные ситуации. То есть бессознательное ищет возможность для этого человека, чтобы он эту ситуацию прожил по-новому, в другом качестве, то есть с положительным исходом. К сожалению, бессознательное знает, что нужно человеку, но сам человек с сознанием противится этим ситуациям. То есть получается замкнутый круг. Бессознательное приносит эти ситуации негативные в его жизнь, а сознательное человек их обратно пытается подавить. В итоге происходит конфликт. Конфликт у него, внутренний конфликт, напряжение высокое, естественно. А вот эта повторяемость какого-то переживания, это закономерное явление, потому что когда человек повторяет, 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 уровень напряжения снижается. Потихонечку. Да, на этом же у нас и разгрузка. Мы говорим, думай, о чем думается, и делай, как делается. Вот он делает и думает о своих переживаниях, переживаниях, переживаниях. Каждый раз, когда у него напряжение возрастает в этот момент, или даже когда он думает над какой-то проблемой, как решить какую-то задачу, пускай даже математическую. Я почему говорю о математике, это как пример, что не только для здоровья мы этим занимаемся, а для развития интеллектуальных возможностей. как только он думает, напряжение растет, а он в этот момент делает повторяемые действия, и оно снимается, и поэтому освобождает простое сознание для размышлений. Так вот оно как. Как же у нас происходит, например, метод Шапира? Он же на чем основан? Да, на повторяющихся движениях глазами. Ну они как делают, глаз туда, глаз туда, глаз туда, глаз туда, и при этом переживают травму ситуацию, да? Да, перепроживают, пытаются перепрожить. Пытаются. И через это вроде потом освобождается. Это вот как реабилитация посттравматических ситуаций. Ну там же ведь, Антон, там же вот тот инструктор, который сидит, может не задавать ему вот эту скорость, ту, которая ему соответствует, и поэтому, наверное, там все зависит от искусства, насколько инструктор чувствует состояние пациента и задает этот ритм, на фоне которого тот свои переживания производит, да, чтобы сбросить их, да? А у нас это местные инструкторы, а человек сам делает, и синхронизация вот повторяемого действия с уровнем напряжения автоматически происходит. Да. Как на руках у мамы, она как только чувствует, что ребенок чаще там напрягается, она его тоже чаще качает. То есть у нас проще это получается. И потом у нас же в методе Крюч много разных привилок, не только там разгрузочное такое действие. Мы об этом поговорим в следующий раз, какие там приемы. А сейчас, пожалуйста, вот, расскажи свою мысль, это очень интересно. Да, все так. Действительно, когда есть какой-либо инструктор, то получается, что все зависит именно от чувствительности, чуткости этого инструктора и от человека, который пришел со своей проблемой, не так уж и много зависит. В методе Крюч, в чем его прелесть, то, что человек, когда один раз научился, то он постепенно научается находит свои собственные ритмы, свои собственные движения из базовых движений и уже их использует. И самое интересное, то, что вот эти движения, они не статичные, они могут меняться. И человек это чувствует, научается это чувствовать. И приходит, во-первых, понимание, что самое, как вот, ну, жизнь это изменение, то есть он готов к этим изменениям. Он готов лавировать в этих волнах жизни. И это его не пугает. Это первое. И второе, вот, благодаря этим повторяющимся движениям, они, вот этот процесс, он ускоряется. Процессы избавления от старых травм каких-либо. Они, ну, просто вот, постепенно растворяются. Антоний, я тебе прямо хочу сказать сейчас, вот, очень вот такой важный момент, что и в спиральной гимнастике вот такие движения, там, повторяемые движения, там, и когда человек нервничает, ходит туда-сюда по комнате, там, и жвачку жует и прочее, это все одно и то же. Вот, когда в спиральной гимнастике вот эти движения, или в цигуде, там же тоже повторяемые, вот, тачи, там повторяемые, но дело же оказывается не в том, как руку держать, а там все время на форму обращать внимание, что руку надо именно вот так, или вот так, и в этот момент надо именно так вдохнуть. Нет, для сброса стресса и перезагрузки мозга это не имеет никакого значения. Подбираете то, что вам проще, и повторяете то, что вам проще. Бой с тенью, помните, у боксеров? Так он просто представляет себе противника и трясет своими кулаками, как будто он с ним работает. Это же обычное упражнение, бой с тенью, оно оказывается антистрессовое для всех, но просто спортсмены этого не знают. Что это мы можем научить и маму свою, ну, да мамы-то, наверное, не бой с тенью нужен будет, а дирижирование, представить себе, что она дирижирует большим оркестром или маленьким и делает эти движения там, и через это у него снимается напряжение, а потом она сядет вот так, задумается, и вот здесь наступает выход из этой раковины, задачи. Да, выход из этого так называемого круга, то есть, когда бессознательное приносит проблемы, сознание это подавляет, то получается человек просто как бы оставляет это снаружи и становится наблюдателем. Он смотрит на проблему с разных сторон, у него появляется такая возможность. Ну, по сути, это состояние, ну, можно назвать это трансовым, но, наверное, это даже транс, оно сейчас как-то по-другому, да, воспринимается? Ну, да, я хочу сказать, что эти все действия, действия трансгенные, и их трансовость зависит от скорости, от скорости автоматизации, то есть, если вы подобрали действие, которое вот вы делаете, повторяете какое-то действие, там, в физкультуре, там, или где-то, в танце, если вы его повторяете, и скорость автоматизации, то есть, скорость вхождения в ритм, когда уже это, осуществление этого действия не мешает думать тебе, о чем ты думаешь. Вот это есть вхождение в ритм, как в аппиеке, вот так вот. Тогда голова освобождается. У одного в плавание, у другого в беге, а третий, когда играет на барабане. Он отрывается от всего, у него хорошо, он, мысли там, свободно. Ну, вот это и есть отстранение, от проблемы, да, и посмотреть на проблему со стороны. Да. То есть, если ты любимым делом занимаешься, ты от бытовых проблем остраняешься. И когда ты пока пишешь картину там, или музыку, ты от всей рутины отошел, и у тебя есть полная согласованность между душевным, между мотивом, и твоей деятельностью. И там ты снимаешь все стрессы. Поэтому формула счастья, как я люблю говорить, для изумления проста. Хорошо, когда ты занимаешься любимым делом, а тебе еще за это деньги платят. Ну, все зависит от того, в тренде ты или нет.